Музыка Меня зовут Миша Оплев, я виздев художник, который сейчас живет в Вайоминге, в горах. И я сейчас занимаюсь практически full-time проектом Lumber Saga с маленькой командой из художников. Музыка В основном я работаю на аутсорсе, а несколько компаний, как Psyop, The Mill. И через них я работаю на такие компании, как Supercell, Respawn, EA и много других компаний на самом деле. То есть самые такие вещи, которые вышли уже, о которых мне можно говорить в открытую, это Apex Legends. Я делал цветовую раскадровку и немножко storyboard для интро трейлера, когда они просто представляли Apex Legends первый раз. И для внутриигрового трейлера, который первый раз загружается, когда загружаешь игру. То есть все цвета и композиции практически мои в этих трейлерах. И сейчас очень много коллабов идет с Clash of Clans, потому что продюсерам и режиссерам очень нравятся мои видения как арт-директора. Почему? Потому что они не только берут color script от меня и storyboard, они еще и берут фидбэк, как сделать лучше, как освещение лучше поставить. И они приходят обратно не потому, что я умею делать color script и storyboard, а потому что я участвую в самом пайплайне, как сделать хорошо. То есть самый последний из вышедших на Clash of Clans это Party Wizard. Он, по-моему, что-то второй на YouTube трендинге был. Он идет 40 секунд. Я делал Clash script storyboard 4 дня на них. Или 5 дней на неделю, по-моему. Последние там были ревизионы всякие. Вот. То есть этот тизер, там все цвета мои и кое-какие вещи они вставили, но я не могу говорить, что именно. Из неанонсно-индашных вещей, то есть очень много Clash of Clans, очень много Clash Royale. Моя цветовая разработка на главном загрузочном экране Clash of Clans. То есть я делал VizDev для этой штуки. Они потом по моим концептам делали 3D-модели и освещали. В основном сейчас работаем еще на Soul Stice. Это такая маленькая краткометражка. Мы работаем с чуваками из Pixar, DreamWorks и Lucasfilm. Режиссер у нас инди-чувак, который всех собрал. Главный ларинг-артист, с которым мы делаем сейчас колорскриптный проект, он работал на Spider-Man, последнего мультипликационного. Это интересный проект, который сейчас варится поверх всего моего фриланса, Lumber Saga и так далее. И он выйдет примерно через 2-3 года, наверное. Потому что чуваки очень большую планку решили взять. И с точки зрения технического аспекта они пытаются сделать невозможное. Я сейчас не могу сказать, что точно, но если загуглите Soul Stice Project, можно увидеть некоторый концепт-арт, но там все очень секретно. Ну, еще много индашных, но на некоторой компании нельзя говорить, что вообще фрилансишь. Вот, как-то так. Мне кажется, у каждого художника должен быть маленький мирок, в который он убегает, как мера эскапизма. Lumber Saga — это проект, который помогает профильтровать всю жизнь, и все, что вдохновляет, и все, что угнетает, он все идет в этот проект. Это скорее дневник или послание о самом себе в будущее, который задает вопросы, на которые я потом отвечу, сделать мою жизнь лучше. Проект, который пилит четыре человека абсолютно без бород про бородатых викингосов. Мы просто не можем физически ничего вырастить. Бородатые в душе. Да, бородатые в душе. Они типа все мощные и бородатые, а мы все худые и без бород. Ну, Lumber Saga — это история про сломанных людей, которые пытаются свою жизнь починить заново. В кинематографе очень много художественных произведений, которые отвечают на вопросы, но не задают их. И дело в том, что у каждого в жизни должны быть такие вопросы, на которые они, если они на них ответят, то их жизнь станет лучше. Вот. Поэтому Lumber Saga — это проект, который задает эти вопросы. Каждый человек, когда будет выходить из кино или из YouTube, он оттуда вынесет что-то свое собственное. Ну и, конечно же, как художники, мы хотим облечь это в хороший стильный визуал. Проект очень сильно вдохновлен Иван Эрлом, стилистикой Баннер Саги плюс-минус. И очень вдохновлен Самурай Джеком — Геннадия Тарковского. Сейчас просто пилим своими руками после фриланса ночью. Например, последний мусстрек мы дописывали в 4 утра до Смирнов-ивента. Я в душе, ходил взад-вперед в своих трусах в ванной. Говорю, тут виолончель подправь, тут сделай это. У нас очень талантливый композитор из Лос-Анджелеса, который работал над такими проектами, как First Man on the Moon, там про Льюиса Амстронга недавно в фильме выходил. Если не ошибаюсь, он делал микс для Мстителей последних и на анимацию «Гадкого я». И у нас есть Эдвард Курчевский, который очень помогал. Кто знает, аниматор такой. Пуба 24, Виолетта Плавовская, Виталий Токманин, Олег. Грязный Олег. Это его никнейм. Ну, вообще, во всех инди-проектах, чисто теоретически, есть человек «Швейцарский нож». На данный момент это я. Я делаю абсолютно все, что не могут делать другие. Это продюсер, то есть идея моя, сценарий мой. И есть люди, которые помогают с этим. Но все равно нужно идти вперед. Поэтому арт-дирекшн на мне. Фаны и персонажка почти на мне. 2D-анимации на Виталия Токманиня. Все VFX и Spine-анимации на «Грязном Олеге». И вся композиторская деятельность на моей жене Любя Царевой, теперь Оплевой. И на Брайне Барсиносе, который замечательный композитор, который может через... Он делает саунд-дизайн тоже. Он может рассказать историю через звуковой дизайн и через музыку тоже. Потому что в анимации, я считаю, что это ультимативный способ вырызть себя как художник. Потому что ты там и пишешь, и визуал делаешь, и музыку делаешь. И философию загнать можно. Чисто теоретически, один я начинал три года назад. Я занимался примерно год виздевом, год собирал опыт как арт-директор. И вместе, как команда, мы работаем примерно 4 месяца. Весь тизер, который, надеюсь, все посмотрят, он был сделан за 3,5 недели. Это был прям такой кранч-тайм, потому что молодым художникам, если дают шанс на таком ивенте, как Смирнов или Артиллерия, выступить, ты хочешь показать себя, над чем ты работаешь. Ты не хочешь показывать фриланс, ты хочешь свою душу показать. Поэтому просто, как сказать, 5 безбородых чуваков, которые любят бородатых чуваков, странно, филит проект после своего ненавистного фриланса и дневных, так сказать, работ. То есть как-то так. Чисто теоретически сейчас запланировано еще три короткометражки. Сейчас вы увидели тизер, он буквально минуту и 13 секунд. У нас запланировано еще две короткометражки. И мы все эти три проекта, то есть первое, это визуализация просто и пайплайн. Мы разобрали, как он работает, так что мы пытаемся сделать очень рабочий пайплайн с точки зрения, что... Но 2D очень дорого и очень долго. Спайн чуть полегче, но спайн выглядит плохо. И поэтому сейчас пайплайн через первый проект пытаемся нащупать музыку, нащупать визуал, нащупать, что такое ламберсак атмосферно. Ну, с точки зрения атмосферы. Пока что вроде получается. Второе, это первый у нас тест на стиль. Второе, на тест на слезы. Сможем ли мы вызвать слезы у аудитории. И третье, это тест на эпичность. Как только мы научимся делать это все, все это комбинируется в один трейлер. И в планах на самом деле просто выпустить проект за счет людей, которые заинтересованы в этом. Проблема больших компаний в том, что над креативной частью очень много они имеют влияния. Поэтому сейчас век инди-продакшн, на самом деле. Потому что люди платят кошельком, люди платят, мне это реально нравится. И твоя аудитория, это не поп-культура, что нравится всем. Мы именно хотим найти вот нашу культуру чуваков, которые сидят на ютюбе каждый день, рисуют под нордскую музыку. Или же чуваков, которым нравится ирландский акцент, или ирландские татухи, или Скотланд, шотландские, ирландские шотландские татухи какие-нибудь, там, тотемчики и так далее. Поэтому мы не пытаемся через проект стать знаменитым или еще чем-то. Мы пытаемся сделать то, что нам нравится, найти людей, которым это тоже нравится, и просто порадоваться вокруг этого проекта, что можем это делать. Конечно, к сожалению, в наш век денежка — это самая важная вещь для того, чтобы заниматься чем ты любишь. Поэтому мы смотрим на краудфандинг всякие платформы, типа Kickstarter, GoFundMe и Patreon, да. Ну и там YouTube и так далее. Но пока что еще не знаем. Сейчас самое главное — это запариться, чтобы проект реально был классный. А уж если аудитория найдется, на какой платформе все это собрать, я думаю, мы сможем найти. Самое главное, чтобы мы сделали правильную работу, хорошую работу, чтобы нам, в первую очередь, нравилось. То есть этот проект, он для художников, чтобы они думали, о, смотри, как нарисовано. Вот, он не для людей, которые хотят просто, ну, не знаю, просто поразвлечься. Вот, то есть этот проект для меня, для моих друзей, для художников, в принципе. А как-то так. Ребята, если в душе прозвенел голосок, что проект нравится, пишите, пожалуйста. Нам нужна вся помощь на земле, на самом деле. Денежек не могу обещать. Что могу обещать? Могу обещать много опыта и фидбэка. То, что все, все работают как проклятые. Поэтому, у кого срезонировало с этим проектом, пожалуйста, пишите. Мы всегда ищем новых людей, которые можно просто прокарифаниться и в нашу викингскую семью, так сказать, людей загнать. Арт-дирекшн – это еще одна профессия, которая требует строгого психоанализа своих работников вокруг и четких лидерских качеств. Это очень сложно. То есть, скорее всего, на этом проекте больше прокачался не как художник, а именно как арт-директор, как режиссер и продюсер. Это очень сложно, потому что куча везде голосов, все художники. Фидбэк давать нужно очень деликатно, потому что если ты, кому-нибудь, обрубишь по правде матки, так сказать, то они могут обидеться. Или же расстроиться, и идет дизмораль. Поэтому нужно соблюдать такой баланс между «Слушай, это полное дерьмо, чувак, давай переделывай». И между «Слушай, это реально охеренно, давай дальше, или же ты можешь лучше». То есть нужно, как бы, чуваков и сказать «Слушай, ты дерьмо рисуешь?» И он такой «Блин, надо собраться». И он давай херачит там. Либо же ты, наоборот, его вдохновляешь, он делает лучше. Поэтому это такой «майнгеймс» на самом деле. Это очень сложно. С точки зрения себя как человека, я понял, что визуал — это интересно. Это очень интересно, но такие вещи, как саунд-дизайн — это вообще космос. Мы пытались, если кто хочет, можете попробовать выключить визуал и просто послушать через наушники на стизер. И там абсолютно другая история раскрывается. Она очень за шторкой небольшой, но его можно прослеживать. И с музыкой то же самое. У нас была тема одиночества викинга. Я не буду говорить, что там за история пока что. Нам нужна была одинокая виолончель. У нас был полный оркестр. Но иногда, как в художественной композиции, чем меньше, тем лучше. У нас есть одинокая виолончель. У нас была задумка. Я своему композитору сказал. «Брайан, мне нравится, что ты написал, но я не чувствую грусти, я не чувствую одиночества». Окей. Мы с ним начали думать. Что нам нужно? Мы такие, так. Одинокий, смерть, одиночество, марш. Марш на галлиотину. Одинокий человек идет на галлиотину. Это его время. Он идет вперед. И на конце, как у нас есть причал, его ждет что-то страшное. Он идет на эту галлиотину, и у нас есть там барабаны. Это как... У нас есть... Это его голос. И у нас есть виолончель. И виолончель одинока. И когда он идет, он сам себе создает этот марш на галлиотину. И в конце, там вот этот финальный кадр, где он открывает глаза, он переживает старые события, которые являются его каторгой, его казнью, каждый раз, когда он выходит на этот причал. И, как я уже сказал, Ламбр Сага — это история про сломанных людей, которые пытаются свою жизнь починить, которые задают много вопросов и сами себе на них отвечают и делают свою жизнь лучше. Как же я уже сказал, то есть Ламбр Сага — это дневник самому себе. Я записываю вопросы. Кто я? Что я? И так и тому подобное. То есть в моей ситуации как-то я пытаюсь процеживать через это все. И через проект я пытаюсь развитить это дальше и, скорее всего, на самом деле себе ответить на какие-то вопросы и на вопросы чуваков, которые работают над проектом. Потому что у каждого есть свой фидбэк. Мы как маленькая семья. Он говорит, слушай, давай сделаем так лучше и так лучше. То есть, да, первое — это много-много узнал про лидерство и арт-дирекшн, что очень сложно и никому не советую. Потому что все обижаются на арт-директора и продюсера. И ты должен толкать-толкать вперед и делать больше всех. Если ты хочешь, чтобы люди делали, ты должен делать больше всех. То есть в тизере все фаны, весь историбординг, весь цвет и мусс-дирекшн, и звуковой дирекшн был выполнен мной. И, конечно же, аспекты стори-теллинга поверх всего этого. То есть это прям был... Я не скажу, что это левел-ап, но это было неизвестное для меня такое неизвестное поле, в которое я вошел и до сих пор в нем барахтаюсь. Артиллерия — это что-то особенное. Чувствуешь себя как в маленькой уютной комнате с людьми, которые ты знал много-много лет. Потому что их работы ты видел миллион раз на арт-стейшене, их ты видел на интервью на ютюбе и в инстаграме. Но нет ничего лучше, когда ты встречаешь этого человека вживую. Потому что артиллерия — это не лекции и не теория, это именно люди. Потому что, если кто хочет в следующем году приехать, очень советую. Это именно воинов набирать свою собственную команду для того, чтобы идти дальше и рубиться в CG, так сказать, мир. Потому что у нас очень сложная индустрия на самом деле. И такие штуки, как артиллерия, помогают тебе понять, что ты не один сидишь за компом и мучаешься, да? А что тут целый зал таких чуваков, в принципе. Поэтому, да, артиллерия замечательная. Питер — колоритный город, похож на бухого профессора. Он такой замызганный, грязный немножечко, но колоритный и очень атмосферный. Особенно, когда все чуваки идут в бар сидеть, скетчуют, обсуждают индустрию. Учишься намного большему, когда общаешься с людьми, чем на самой артиллерии. Поэтому я очень рад всем, кто меня сюда пригласил. Рома, спасибо большое из графита. Вот. И всем остальным. То есть я нашел свою маленькую семью, с которой я переговорился в Дискорде. Вот. Даже с тобой, Иванем Смирновым, да? Мы переписывали в ВК, и когда первый раз увидели, это что-то нереальное. Вот. Поэтому, да, артиллерия, маленькая семья. Все замечательно. Очень рад. Слишком много эмоций. Мой внутренний интроверт готов заползти обратно в пещеру и с новыми силами, на самом деле, пилить проект дальше. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!